Большое спасибо за приглашение, очень рад иметь возможность быть с вами. Большой привет вам из Москвы, от Церкви Слово Жизни в Москве. Очень приятно и радостно, что мы в одной духовной семье находимся и движемся в одном направлении. Точно так же, как отдельный человек, вот каждый из нас в отдельности, будучи в Церкви, мы нуждаемся в общении с другими людьми. И точно так же и в каждой Церкви нужно осознавать себя частью чего-то большего. Аминь. Потому что так же, как я в одиночку, просто как отдельная личность, даже если у меня вера апостола Павла, даже если бы, она нет, но если бы даже была такая, как у апостола Павла, даже апостол Павел однажды, пройдя определенные испытания, трудности, вы помните, он на корабле плыл, корабль потерпел, кораблекрушение, и там было много приключений, трудностей, в конце концов, они приплыли в Рим, куда и должны были приплыть. И вдруг он выходит с корабля и видит, навстречу идут братья. И написано, увидев братьев, он ободрился. Аминь. И так, когда мы понимаем, что мы не одни, это приносит нам ободрение, освежение и укрепление. Аминь. Поэтому мы не одни. Аминь. Аминь. У нас есть замечательная духовная семья, замечательное общение, много церквей, которые все вместе являются одной духовной семьей. И в России, и не только в России, по всему миру. Поэтому это ободряет. Аминь. Вот. И мы хорошо знаем вашего пастора, у вас очень хороший пастор. Аминь. У вас очень хороший пастор. Мы его много лет знаем, и хорошо знаем, и благодарны Богу за его служение, за все, что он делает у вас в городе. Он не только у вас в городе служит, он был во Вьетнаме, я знаю, не раз, и еще не раз будет. И у Бога есть много благословений для вас, приготовлено. Аминь. Для церкви, для того, что вы делаете здесь, в городе. И интересно, что я никогда не был в Белгороде, но слышал про ваш город. Много. И обычно, и всегда только хорошее. Говорили, что Белгород – это такой город. Там первое место занимает по чистоте в России. Пусть так будет и в духовном мире тоже. Пусть, да, да, будет так. Пусть наш город станет известен во всей России за то, что Бог делает здесь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте в это верить и немало не сомневаться. И Писание говорит, что Господь отвечает нам по нашей вере. Аминь. Аминь. И вера привлекает Бога. Вера – это как магнит, притягивает Бога в наши жизни. Смит Вигглсворт, величайший муж веры, в свое время говорил, вера побудет Бога к тому, чтобы пройти мимо миллионов и прийти к тебе. Не в том смысле, что Бог не обращает внимания на миллионы. Но когда Он видит человека с верой, это как магнит притягивает Господа в его благодать, его силу, его присутствие туда, где есть вера. Бог любит веру. Аминь. Потому что что такое вера? Вера – это доверять Богу, это знать Его. Никто, Бог просто не может пройти мимо, когда кто-то говорит, Господь, я знаю, что Ты верен, и поэтому делаю следующий шаг, полностью полагаясь на Тебя, что Ты не подведешь. Неужели Бог скажет, эх, ошибся, а я подведу, и пройдет мимо? Нет, такого никогда не будет. Бог любит демонстрировать свой неизменяющийся характер. И Он любит нам показывать, что Его Слово навеки утверждено на небесах. Аминь. Итак, давайте иметь веру, и Господь непременно придет в наши жизни и ответит нам на наши молитвы и на нашу веру. Аминь. Давайте мы коротко помолимся, перед тем, как я буду делиться Словом. Господь, благодарим Тебя за это время. Благодарим Тебя, что Твое Слово может проникать глубоко, как меч и мою до острая, разделять дух и душу, и созидать нас на Твоем основании. Мы молимся, чтобы сегодня Дух премудрости и откровения действовал в нашей жизни и подготавливал нас, Господь, чтобы Ты подготавливал нас через Свой Дух и Своим Словом к тому, что нас ждет впереди Господь. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. И весь народ сказал. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, сегодня здесь, как Пасы сказал, лидеры, либо помощники лидеров, либо те, которые хотели бы стать лидерами. И это хорошо. В мире много людей, которые убегают от ответственности. Мир наполнен людьми, которые сделают все, что угодно, только бы не брать ответственность. Они с радостью возьмут власть, но с большим недовольством возьмут на себя ответственность. Поэтому, когда есть люди, которые хотят взять ответственность, а я так понимаю, что если вы лидеры или хотите стать лидерами, это значит, вы хотите ответственности. Аминь. Ведь мы же не просто погоны хотим. Мы же христиане, да? Власть какую-то и так далее. Потому что это самое последнее, о чем мы должны, как христиане, как дети Божьи, думать, это власть. Власть, конечно, что-то, что прилагается к позиции лидера, но власть не является центральным вопросом лидерства. Или самым главным, или самым желаемым нам, или квинтэссенцией лидерства. Потому что если я думаю, что вся суть лидерства это в том, чтобы возвыситься над другими и получить какие-то привилегии или какую-то власть над другими людьми, то я глубоко ошибаюсь. В мире может быть и так. Поэтому в мире есть столько страданий. Есть столько проблем, которые, по идее, лидеры должны были бы решать, но они этого не делают. Итак, мы с вами должны понимать, что библейское лидерство сильно, радикально и кардинально отличается от представления о лидерстве в этом мире. Аминь. Кто такой лидер? Это человек, который взял ответственность. Я беру ответственность за что-то, например, чтобы чьи-то нужды были восполнены. Аминь. Что значит мужчина-лидер в доме? Это не значит, что он щелкает пальцами и все выстраиваются в линейку. Конечно, некоторые мужчины хотели бы, чтобы это было так. И некоторые искренне думают, что это так. И хотят себя так вести, и себя так позиционировать. Обычно в таких семьях трудно, мир долго держится. Но лидерство, мужчина-лидер в доме, значит, что он взял ответственность заботиться о нуждах своих детей, своей жены, своей семьи, всех нуждах. Но мы видим, что очень часто люди хотят позицию, но не хотят ответственности. Они не хотят заботиться. Они не хотят получать сливки, но не хотят трудиться. Они хотят вот эту вот краткосрочную какую-то внешнюю видимую пользу от лидерства. В том, что ты, например, опять же, польза очень относительная. Я бы даже не назвал это пользой. Над этим, наоборот, настоящему лидеру надо бодрствовать постоянно, чтобы это не соблазнило тебя. Ну, там, например, быть в центре внимания. Что, о, ты вот в центре, ты лидер. И все смотрят, о, ты лидер. Но весь вопрос в конце дня будет звучать следующим образом. Нисколько ты был в центре внимания, а что ты сделал, чтобы помочь другим людям. Вы помните, как Иисус определял лидерство? Он говорит, в мире люди господствуют, правят, царствуют. Мы среди вас, пусть так не будет. А на что Он так ответил? Вы помните? На спор, который был между учениками, кто из них самый главный? Кто из них самый большой лидер? Почему они Иисус тут же раскусил их? Он понимал, что у них глубоко мирское представление о лидерстве. Они искренне считают, что важно быть самым главным, потому что тот, кто самый главный, получает самый большой кусок тарта. Это все, что они думали о лидерстве. А Иисус им говорит, нет, дорогие, у вас очень сильно неправильное, искаженное представление. Если вы будете использовать лидерство, чтобы власть проявлять, вы потерпите неудачу. Вы лидеры, чтобы служить. А слугать тот, кто берет ответственность. Ну, например, если я официант, я взял ответственность, чтобы каждый посетитель был доволен. И если я официант, а вот официантов никто не хочет больше. Ну, в смысле, служить, быть тем, кто первый, тебя зовут и тут же ты что-то помогаешь, что-то делаешь, все время заботишься, стараешься восполнить нужды людей, которым ты служишь. Так лидер служит людям. И все время думает о том, как восполнить их нужды наилучшим образом. Аминь. На вашу домашнюю группу приходят люди. Они должны уйти довольны. Аминь. Не потому, что я заслуживаю дешевый авторитет, потому что потакаю как-то или, я не знаю, нет, но потому, что я от всего сердца искренне, всеми силами, которые у меня есть, забочусь о них. И они это чувствуют. И когда они это чувствуют, Бог может использовать мою заботу, чтобы они возрастали, укреплялись и духовно, и чтобы касаться жизни этих людей. Потому что Господь точно такой же в своем сердце. Сердце Бога – это забота о других людях. Аминь. Господь, если можно сказать, лидер всех лидеров. Аминь. Иисус назван пастырь начальником. То есть начальником пастырей. Аминь. Лидер лидера. Но сердце Иисуса не в том, чтобы управлять и властвовать, и приказывать, и повелевать, и так далее. Сердце Иисуса – это я пришел, не чтобы мне служили. Я пришел, чтобы самому послужить. И помните, как он вел себя со своими учениками? Какой шок они пережили, 12 глава Иоанна Летоиана. Когда он их всех посадил, снял с себя верхнюю одежду, припоясал себя полотенцем и начал им мыть ноги. Они пережили шок всей своей жизни. Это просто была настоящая ломка льда в их разуме. Просто глыбы вековые льда рушились внутри них. Неправильного мышления, твердынь каких-то. Просто ломались и рушились в тот день. Потому что Христос вел себя не так, как они думали, должен вести себя лидером. Для них, помните, он говорит, да ты что? Я должен. Помните, как Иоанн Креститель говорил, ты что, Иисус, я должен от тебя крещение принимать? Он говорит, нет, ты должен меня крестить. Лидеру нетрудно, настоящему лидеру, нетрудно себя смирить. Потому что он слуга. Аминь. И он говорит, я между вами учитель, но посмотрите. Мне, он говорит, не страшно стать вашим слугой. Люди в этом мире постоянно бодрствуют за свои позиции. Они, как это сказать, блюдут статус-кво и статус свой постоянно. Понимаешь? Они должны охранять свою позицию. Они должны всем постоянно транслировать, кто здесь главный. Чтобы, не дай бог, кто не бросил вызов моему главенству. И это похоже на... Я не знаю, я люблю иногда смотреть фильмы про животных. Однажды смотрел фильм про... Как это? Стави волков. И я подумал, как иногда это на человеческое общество похоже? Там есть альфа, да? Альфа-самец. Самец, да. Который всеми командами ходит. Когда он появляется, все такие... Сразу падают такие... И если кто-то начинает шалить, он такой подходит... Цап его за ногу, да? И тот должен обязательно по правилам этикета волчего упасть и... То есть показать, что он не главный. И ничего не претендует ни на что. И вот такие вот отношения в этой стае волков. И это может и нормально для волков. Но мы-то люди. Аминь. И если у нас... Я заметил, что иногда у людей похожее впечатление или представление о том, каким должен быть лидер. Как вот альфа-самец такой. Который тут постоянно всех за ноги покусывает. Напоминает о своем существовании. Если кто-то начинает там что-то... Ну-ка, сидеть. Сказал, это не лидер. Лидер-слуга. Аминь. Лидер поднимает других людей. Не одергивает. Ну, я имею в виду, лидер, конечно, может корректировать. Все правильно. Но делать это в духе любви. Аминь. И целью такой коррекции всегда будет желание помочь человеку. Помочь, чтобы он стал еще сильнее. Чтобы он стал еще плодотворнее. Потому что, ну какая цель у садовника, который отсекает сухие ветви. Да, он делает больно. Но цель-то у него правильная. Он же хочет, чтобы дерево больше принесло плода. Аминь. Так что, если даже иногда лидеру приходится чуть корректировать тех, о ком мы заботимся. Я должен, как лидер, бодрствовать. Почему я корректирую? Я никогда не должен корректировать в гневе. Я никогда не должен корректировать в раздражении. Опуская человека. Даже если он не прав. Я должен проявить искреннюю заботу о нем. И когда человек увидит, что я даже, может быть, не очень приятно ему делаю. Ему немножечко больно и дискомфортно. Но он видит в моих глазах и в моем сердце искренность. И искреннее желание заботиться о нем. Что это так ему лучше будет. Ему надо просто разобраться с какими-то вещами в своей жизни. Итак, лидер – это человек, который поднимает других людей. Аминь. Вдохновляй. Лидер кто? Лидер – вдохновитель. Ты должен вдохновлять других людей. Я постоянно сталкиваюсь с лидерами, которые все время бьют по рукам другим людям. Однажды пастор Мацулла, мой пастор, он мне сказал так. Иногда говорит, какие-то вещи начинают прорастать в церкви. Может быть, они еще такие неказистые, не совсем правильные, перекошенные такие. Он говорит, некоторые лидеры не дают этому даже вырасти. Они сразу же это пресекают на корню. А ведь Иисус сказал, дерево познается по плоду. То есть плод надо… А некоторые даже так и не дождались плода. Они дерево срубили, когда оно еще даже… Какие там плодоносцы? Оно только-только вылупилось. Только-только начинает как-то так вот к солнцу тянуться. И эти лидеры… Все, нельзя, плохо, неправильно. Все. Лидер – это человек, который вдохновляет. И так нам нужно позволить Господу поработать с нашим представлением о лидерстве. Потому что тут мы все в одной лодке, дорогие. Здесь нет людей, которые родились с настоящим христианским лидерством в сердце. Нет, у нас у всех одинаковая греховная человеческая плоть, с которой Господь должен работать, чтобы мы стали похожи на Него. Аминь? И здесь мы все в одной лодке. Разница лишь в том, что я… Бывает так, что человек дает согласие, и Господь работает над ним. Потому что Божья работа над нами всегда происходит с нашего согласия, и мы соучастники этой работы. В спасении мы не участвуем. Это дело Божье. Но вот в освящении мы сотрудничаем с Богом. По крайней мере, я делаю себя доступным. И я не сопротивляюсь. И, конечно, Господь и Божья благодать совершают свою работу, но нельзя сказать, что я при этом лежу на заваринке. И вообще ничего не делаю. Я, по крайней мере, доступен для Бога. И активно с Ним сотрудничаю. И так, несмотря на то, что мы все в одной лодке, нам нужно сделать себя доступными для Бога. То есть сказать, Господь, вот я, я хочу, чтобы Ты работала над нами. Я хочу, чтобы Ты помог мне приносить еще больше плода. Аминь. Отсекать те ветви, которые не приносят плода. Работать с моим мышлением. Потому что все начинается с нашего мышления, дорогие. Когда Господь начинает менять нас, Он начинает с нашего мышления. Мы вдруг замечаем, что мы думаем, мыслим, а следовательно и поступаем. Не так, как Господь. В каких-то сферах. Слово Божье начинает выявлять это неправильное мышление в нас и помогать нам преображаться обновлением ума нашего. И так, давайте позволим Богу работать с нами и дальше. Чтобы мы могли возрастать в нашем лидерстве. Потому что Евангелие от Матфея, 9 глава, 17 стих. Иисус говорит так. Никто не вливает нового вина в ветхие мехи. Аминь. Очень часто мы молимся так. Господь, принеси новый уровень в мою жизнь. Вы слышите слово? Новый. Новое вино. Новый уровень. Принеси новое благословение в мою жизнь. Под ним вырасти. Дай мне вырасти. Подняться на новый уровень в своей жизни. Как вы думаете, Бог, глядя, или вернее, слыша эти молитвы из небес, как на это реагирует? Он нам, наверное, говорит так. Сиди, куда ты дергаешься вообще? Тебе что, мало твоего, что ли? Ура. Их он замахнулся. Больше ему подавай. Нет. Библия говорит, что он дает нам больше, чем мы просим и даже помышляем. Аминь. Это значит, сердце отца радуется. Когда ты хочешь вырасти. Когда ты хочешь видеть больше Божьей славы. Хочешь видеть больше излияния Духа Святого. Больше спасенных. Когда ты хочешь видеть рост в своей жизни. Бог счастлив от этого. И он говорит, я очень сильно хочу на тебя это излить. Даже больше, чем ты хочешь. И если ты хочешь это новое вино принять, я начну работать с твоими мехами. Аминь. Потому что очень часто вот этот вот новый уровень, или новое вино, как угодно это называть, мы хотим принять в старые мехи. В старую, как сказать, посуду. Хотим принять новое благословение. И это не получится. Потому что Иисус предупреждает нас, что или мехи порвутся, и вино утечет. И тогда ни мехи уже не нужны, ни вино. Но он говорит, новое вино вливают в новые мехи. Итак, соответственно, с чего нужно начинать? Вот есть новое вино, которого я хочу, и старые мехи. Так надо не с вина начинать. Надо с мехов начинать. Аминь. То есть, если я хочу новое вино, я должен посмотреть, а не старые ли у меня мехи. И начать работать со своими мехами. Или сказать, Господь, да, у меня кое-где старое мышление, кое-где мне, или где ты хочешь, оно у меня везде старое. Не кое-где. Оно везде у меня старое. Но, Господь, мы не меняемся, конечно, все сразу за один день, и до конца, и полностью. Но где та сфера, где ты хочешь меня сейчас изменить? В моем мышлении. Дай мне начать думать твоими категориями. В кабинете у Орла Робертса. Человека, который построил удивительный университет, где очень много богословов, которые очень консервативные. И где много также Духа Святого, чудес и исцелений. Тысячи людей закончили этот университет, и вся Америка была благословена, и не только этим учебным заведением. Он был известный евангелист, который молился за тысячи людей, привел их ко Христу, молился, они исцелялись. И у него в кабинете стояла такая, такой, как сказать, подставочка, и на ней, на каменном, такой как плитке, была инкрустирована такая надпись. На этом месте не делают маленьких планов. Аминь. На этом месте не делают маленьких планов. То есть, если ты заходишь к нему в кабинет, и начинаешь с ним разговаривать, эта табличка там стоит, и что-то говорит тебе. И ты хочешь что-то предложить, что-то сделать, и ты думаешь, а это не слишком маленький план для моего большого Бога. Знаете, что мы должны первое начать? Мы должны начать расширять свое мышление. Видеть больше. Видеть дальше. Позволить начать себе мыслить, что какие-то вещи, которые мы думали невозможны, возможны. О чем-то, о чем мы даже не осмеливались начать думать, что это возможно. Бог начинает расширять наше мышление. Иногда мы мыслим как-то по привычке. Ведь мышление формируется через многочисленное повторение знакомых нам вещей. У нас вырабатывается определенный, есть еще такое выражение, наверное, сталкивались, стереотип. стереотип мышления. То есть определенный ход мысли. Как мы... А, ну, куда... Ну, это вот так. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Постоянно. Там кто-то слышит историю какую-то о том, как Бог там кого-то благословил, где-то, и он говорит, «А, ну, а это ж там, а тут, а это ж тут, а это там». И на самом деле это просто привычка думать. Ну, такого здесь не происходит. Такое только там происходит. Или здесь, или там, или еще что-то. Это один пример, например, мыслей. А ведь как мы мыслим, так мы и будем жить. Притча 23.7. Каковы мысли человека в сердце его? Или в душе? Таков и он. Каковы мысли его? Такое он и есть на самом деле. То есть я могу в другом месте Якова говорить, что мы должны избавиться от двойственности, двоедушия внутри себя. А что это такое? Это когда я на самом деле глубоко внутри себя думаю одно, но пытаюсь показаться другим. И Господь, его не сильно впечатляет там, что я говорю, правильные слова какие-то там, как я реагирую, ну, правильно веду себя и так далее. Это самое легкое. Как сказать? Это как дрессировка. Надрессировать себя, вести себя правильно. Гораздо труднее изменить свое мышление. Оно более трудно поддается изменениям, чем внешнее поведение. И когда на нас немножечко обстоятельства начинают давить, или еще что-то, духовное давление возникает, обстоятельства возникают какие-то, которые давят на нас, тогда сразу же то, как мы действительно думаем, выпрыгивает наружу. Это как закон тюбика, я называю. То есть, если ты, ну, не можешь, если это тюбик, там, с зубной пастой, не может оттуда политься виноградный сок, если ты его сдавишь, просто никак. Пойдет то, чем тюбик наполнен. И то же самое в нашей жизни. Вырыто мышление, которое мы пытаемся спрятать за внешними какими-то атрибутами, там, правильные слова, правильное поведение и так далее. На самом деле, это наша глубоко внутренняя неуверенность, например, сомнения, которые нас где-то там внутри гложат. Вот интересно, в римлянам четвертой главе написано, что Авраам, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Такая вот фраза интересная. Он был вполне уверен, то есть полностью уверен. То есть в нем не осталось ни снаружи, ни внутри никаких сомнений. Он имел полную веру, что Бог силен исполнить обещанное. Аминь. Он не только правильные слова говорил, а когда его никто не видит, он обратное говорил. А полная вера, что Бог силен исполнить обещанное. Итак, вот сегодня я хочу поговорить немножко о нашем мышлении, но в особом контексте. В контексте церкви. Потому что есть много сфер, где нам нужно позволить Богу менять наше мышление. И вообще об этом говорит римлянам 12 глава. Весь процесс спасения, это по сути преображение нашего мышления. И там сказано так, не сообразуйтесь с веком сил. Помните? Римлянам 12.2. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Преобразуйтесь. То есть не будьте похожи, как на этот мир. сообразоваться, это принимать тот же образ. Греческое слово, которое здесь переведено, как сообразовываться. Одно из значений этого слова, это как вот поликалу вырезать. то есть как вот образец какой-то ты берешь и поликалу вырезают, например, как кроят одежду, да, то есть кладут ликало на материал и вырезают. Точно так же мы берем мышление этого мира и формируем наш ход мысли. Например, этот мир очень негативный. И мы сами того не замечаем. Я себя неоднократно ловил. На том, вдруг я начинаю видеть, я какой-то очень негативный становлюсь. Я думаю, почему я такой негативный? Я понимаю, почему. Ну, во-первых, у меня есть плоть, во-вторых, есть негативное влияние этого мира. Постоянно вокруг их проблемы, вызовы какие-то, трудности, и тут сражение, там сражение, и здесь все нелегко, и там все нелегко, и через какое-то время ты теряешь радость и веру позитивную такую, что все будет хорошо, бок со мной, а у тебя появляется другая тональность в жизни. Такое, знаете, вот, скажем так, я ведь свою внутренность тоже настраиваю по камертону, можно сказать. Вот что за нота у тебя звучит внутри? Минор или мажор? И я не говорю, что мы никогда не можем быть печальны, или что никогда не может быть какого-то состояния, когда ты о чем-то сожалеешь, или просто тебе тяжело, я не об этом говорю, мы не можем все время быть в одном ноте звучать все время. Однако, все-таки доминирующая нота, как в моей жизни, если я во Христе, и я верю, что Христос победил этот мир, то, конечно, это все-таки мажорная нота. Аминь. Аминь. Как ни крути, туда или сюда, все равно, это все-таки победа во Христе Иисусе. Павел, в каких уж там он обстоятельствах только не был, говорит, я благодарю Бога, который всегда дает мне торжествовать победу во Христе Иисусе. Аминь. Всегда дает мне торжествовать победу во Христе Иисусе. Даже не просто победа, торжествующую победу, триумфальную. И это совершенно выдающаяся победа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, нам нужно позволить Господу, формируя наше мышление, менять тональность нашей жизни. И по мере того, как наше мышление меняется и наши мехи становятся новыми, мы способны принять новый уровень благословения или новое благословение. Вот я сейчас хочу говорить о церкви. Именно с точки зрения церкви как тела Христа. Как я воспринимаю церковь, частью которой я являюсь? Какой образ церкви в моем сердце я ношу? Ну, скажем так, вот мой образ церкви менялся. Если вы спросили меня, когда я еще не был верующим, что я думаю о церкви? Я бы даже затруднился ответить. Потому что я ничего почти не знал о церквях и о церкви. Ну, я бы, скорее всего, сказал, ну, это такое там здание, там священники, там, крест, вот это церковь. По мере того, как я стал верующим и потом я стал что-то больше узнавать о церкви, мое понимание церкви тоже менялось и мой образ церкви менялся. Я сегодня хочу поговорить о библейском образе церкви. Чтобы Бог вложил эту картину внутрь нас. какой он видит церковь? Потому что это самое главное. Аминь? Нет, не что я подчас вижу вокруг себя, а какой Бог видит церковь. И если я позволю этому образу глубоко укорениться внутри меня и поменять мое мышление, потому что этот образ мы с вами подчеркнем из Слова Божьего, а что может изменить меня, и так это Слово Божье, если я не буду преобразовываться с веком всем, тогда я буду преобразовываться обновлением ума своего по Слову Божьему. То есть тогда Слово преобразовываться в греческое слово метаморфо, что значит, слышали, да, в биологии, в уроке биологии метаморфозы, когда из гусеницы бабочка появляется, да. Вот что такое Бог хочет сделать и в нашей жизни, когда новое творение, которым я являюсь, может выйти наружу и начать все больше и больше влиять на мою жизнь. И так, но для этого мне нужно взять Слово Божье за лекало своего мышления. Не мир, но Слово Божье. Не видимые вещи, но Слово Божье. И позволить Ему сформировать мою внутреннюю картину и мышление. Потому что что я вижу, то я и получу. Вы помните, что Бог говорит Аврааму, когда от него отделяется лот и тогда Бог ему говорит, как только лот ушел, он говорит ему поднимись на гору и посмотри на север, на юг, на запад, на восток. Всю землю, которую ты видишь. Что ты видишь? Какую землю видишь ты? Что ты видишь? И вот я сегодня хочу говорить о том образе церкви, какой Бог видит церковь. Я хочу видеть то, что Бог видит. Потому что невидимое вечно, видимое время. То, что я вижу, это время. Меня вообще мало интересует, что я вижу. Вернее, это меня, к сожалению, интересует больше, чем я хотел бы. Я бы предпочел, чтобы меня это вообще не волновало. Но, к сожалению, из-за плоти и жизни это накатывается периодически. Но я понимаю, что конечная реальность видеть. Это то, как Бог видит все. Аминь. Не как я вижу. Мой взгляд поверхностный, плотской. Он не проникает, как человеческий имею в виду. Он не проникает в суть вещей. Он только говорит о видимых вещах. Божьи вещи из другого мира. Спасибо за ваш энтузиазм. Божьи вещи из другого мира. Аминь. И в этом мире Божья картина, она господствует. Но она никогда не станет реальностью, если я ее сначала не увижу внутри себя. Аминь. Все видимое произошло из невидимого. Бог дает нам удивительную возможность по сути участвовать в его творческом процессе. Как он творил этот мир из ничего, так мы можем увидеть Божью картину несуществующего и быть как Бог называя несуществующего как существующего. Видя эту картину. Да, может быть в физическом мире все не так. Но я хочу позволить Богу вложить это вера по-другому. Вера это уверенность в невидимом. Слишком много люди позволяют обстоятельствам этого мира рисовать их внутреннюю картину жизни. Слишком сильно. Поэтому у них такая мрачная картина. Печальная в таких унылых тонах. Они видят свою жизнь уныло очень. Позволь Духу Святому взять свои краски, взять Слово Божье и начать рисовать то, как Он видит твою жизнь внутри тебя в твоем сердце. Потому что если ты это увидишь, ты сможешь это иметь. Я не смогу это иметь, если я это внутри не вижу. Потому что я буду иметь то, что я вижу. Итак, вот этот образ, о котором мы говорим с вами, библейский образ церкви, я попытаюсь сегодня нарисовать. какой Бог видит церковь. Я не знаю, какой церковь видим мы, а я буду говорить о том, потому что это по-разному у каждого, о том, какой Бог видит церковь. И когда мы с тобой увидим церковь так же, как Бог ее видит, а почему тебе, как лидеру, это важно? А потому что ты как лидер, строитель, ты что настроишь? И согласись, что строителю неплохо бы иметь перед глазами чертеж. иначе кто знает, что в конце получится. Если ты рисуешь или строишь и сам не знаешь, что ты строишь. Итак, мне нужно иметь этот образ, видеть, как Бог видит. Итак, первое, как вы думаете, где в Писании мы можем видеть церковь, наверное, ярче всего? В какой книге Нового Завета? Я уже подсказывал, Нового Завета. Деяния, конечно, да я уверен, что вы знаете. Конечно, Деяния апостола. Церковь на каждой странице можно видеть, потому что там видно Иисуса. На каждой странице. В каждой книге Библии есть Иисус, а там, где есть Иисус, там есть Его тело. В образах ли, прообразах ли, Его народ. В Ветхом Завете есть Его народ, церковь, Его народ и так далее. Но, конечно, наиболее ярко в Новом Завете, по крайней мере, жизнь церкви нарисована в книге Деяния апостола. И вот из этой книги я хочу вам дать несколько таких. Это не будет детальная картина. У нас нет времени на это. Да это уж Дух Святой пусть как бы сам вам дает. Он знает нюансы, детали, ситуации здесь. Но все равно есть, я дам такие, знаете, жирные основные мазки, которые сформируют главный образ. Вот, я видел, как рисуют художники. Они не начинают с деталей. Когда они рисуют портрет, они начинают, знаете, с таких, нескольких штрихов, и ты видишь, о, уже лицо начинает появляться. Там их может быть 5-7 этих штрихов, и ты уже увидишь, вот, вот оно, вот оно приблизительно. Потом детали, он дорисовывает, все детализировать можно до бесконечности. Прорисовывать глаза, прорисовывать там то, то, и так далее. Но все начинается с общих очертаний. Это дает определенную перспективу. И вот сейчас я буду говорить об этих общих, общей перспективе. Если мы посмотрим внимательно книгу «Деяния», первое, что я бы хотел, на что мы хотели бы обратить внимание, какую церковь мы видим в «Деяниях апостолов». мы видим там растущую церковь. Вы согласны? Причем, сразу же хочу оговориться, растущую по-всякому, не только количественно. Аминь. Потому что, например, в «Деяниях апостолов» мы снова и снова сталкиваемся, например, с такими фразами, ну, например, «Деяния 2, 46, 47». Я читаю немножко другой перевод, поэтому вы не пугайтесь, что это расходится с синодальным переводом, но это тоже писание, просто другой перевод. «И день за днем они все вместе и согласии регулярно посещали храм и преломляли хлеб по домам, принимали пищу в веселье и простоте сердец, воздавая хвалу Богу и получая одобрение от всех людей. И каждый день количество тех, кто принимал спасение, увеличивалось, от Господа». Другими словами, церковь росла. В русском переводе синодальном написано «И Господь прилагал спасаемых к церкви ежедневно». Аминь. Мы видим такой рост. Мы видим церковь, которая постоянно достигает людей и Господь прилагает, добавляет людей в эту церковь. Это растущая количественно церковь. Но если вы посмотрите, например, на послание Павла, то вы не найдете ни в одном послании, чтобы он писал в какой-нибудь церкви такие слова. «Я весьма возрадовался, что вы открыли новую домашнюю группу». «Я слышал, что у вас было 200, теперь уже 250». Фантастика! Нет такого. Там вообще ни в одном послании, ну, по крайней мере, я не могу вспомнить, нет ничего, указывающего, прежде всего, на количественный рост. Однако, вы постоянно находите такие фразы. «Я благодарю Бога, потому что по всему миру распространяются новости о том, что вы возрастаете в вере и в радости, в любви друг к другу» и так далее. Тоже рост, но другого характера. Павел, казалось бы, его даже не так сильно волнует рост количественный, потому что он как-то вообще не акцентирует на этом внимание сильно. Значит ли это, что Павлу было вообще без разницы, сколько людей в церкви? Я не думаю. Зачем тогда Евангелие проповедовал? Конечно, он хотел, чтобы люди спасались. Но просто я понимаю так, что для Павла он был сфокусирован на качестве и верил, что качество непременно приведет к количеству. Он им говорит о благовестии, о важности проповедовать Евангелие, но нигде особо не указывает ничего к поводу количества. Но все время подчеркивает важность того, что они возрастали в характере, в близости к Богу, в познании Бога. Вы возрастаете в познании Бога, он говорит, и так далее. Итак, когда мы говорим о растущей церкви, когда мы читаем Деяния апостолов, мы говорим о растущей церкви как количественно, так и в своем хождении с Богом, в характере, в любви, в вере. Как вы думаете, мы как церковь можем стать чуть более любящими? У нас есть еще место, чтобы немножко веру подрастить. можем быть чуть посвященнее, чуть трудолюбивее для Господа. Можем мы прощать чуть больше, или более радостно прощать, а не потому, что должны. Другими словами, есть такое поле обширное, где мы можем возрастать в том, как мы на Христа похожи. можем мы стать чуть больше похожи на Иисуса? Аминь. Мы можем возрастать количественно? Аминь. Пока есть хоть одно пустое место в церкви. Пока есть еще хоть один неспасенный человек в городе, в стране, в мире, нам есть куда расти. Аминь. Нам есть куда расти. Итак, мы видим растущую церковь. Дорогие, это очень важно, чтобы мы видели в своем сердце растущую церковь. Растущую по-всякому, как я сказал, и качественно, и количественно. Я заметил, что иногда из-за всех препятствий, с которыми мы сталкиваемся, я заметил, что этот огонь веры, искорка веры в рост церкви начинает угасать в нас. Я вдруг слышу пасторов, которые говорят, эх, вот в 90-х было, берешь гитару, выходишь на улицу в центральном городе, три аккорда, две струны, 300 человек собрались. Песню спели, пантомиму показали, 50 человек спаслось. Собрание от... Собрание действительно было. Да, так и было, так и было. Но дело в том, что, а сейчас, и их вера затухает, потому что, а сейчас другое время, другое время чуть-чуть. Но значит ли это, что сегодня церковь не может расти? просто может быть, сегодня она должна немного другими инструментами пользоваться? Может быть, сейчас нужно чуть больше усилий прилагать? Но, дорогие мои, в то время было легко привести людей, но они так же легко и уходили из церковь. Потому что, если посмотреть статистику разных миссионерских обществ, Россия раз восемь спаслась туда и обратно. Вся. Изнутри наружу и обратно. Столько людей было спасено. Ой-ой-ой, и они все. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Но, да, может быть, было легко, но потому что это было что-то новенькое вообще. Настолько новенькое, вы же помните, кто в те времена жил, что вера, церковь, христианство, это вообще диковинка была, невиданная была. Мы Библию в руках не держали, тут их вдруг на улице раздают, Библию, да еще и даром, да еще и иностранцы, которых мы никогда не видели живыми, а тут их можно посмотреть и попробовать. Да, они еще гуманитарную помощь привезли, все сразу верующими стали, а теперь нет ни иностранцев, ни гуманитарной помощи, и все мы уже знаем, и везде мы побывали, и все мы слышали. И у людей, может быть, нет такого легкомысленного интереса, но их духовные нужды по-прежнему не восполнены. Сегодня я заметил, когда сталкиваешься с людьми, на поверхности лежит такое наплевательское отношение, не у всех, но у многих такое, как будто им это вообще не так. Но когда проявишь немножечко терпения и чуть-чуть эту поверхность поскребешь, ты видишь внутри еще больше отчаяния и разочарования, чем в 90-х. В 90-х мы еще часто очень у людей такое было детский оптимизм. И все люди охвачены были определенной эйфорией и так далее. А сейчас люди приземлились и поняли, что жизнь бьет ключом и часто разводным и по голове. Какая шутка, да? И как бы вот этого такого наивного легкомысленного оптимизма уже нет. Правда, пришел наоборот депрессия и разочарование и безразличие. Но ты видишь глубину отчаяния и поиска внутри людей. Люди ищут ответы на вопросы, которых у них нет ответов. А вопросов больше только стало. Более того, я считаю, что сейчас почва для проповеди Евангелия в чем-то даже благоприятнее, потому что раньше, я помню, в 90-х все искренне верили, что материальные богатства могут сделать тебя счастливыми, потому что они мало у кого были. Или люди думали, что если только я смогу там заграницу съездить, машину купить, квартиру купить, дом построить, дачу завести, то все, я буду самым счастливым человеком на свете. они искренне верили в этот принцип, что тачка, дачка и собачка сделают меня счастливыми. И не получилось. Они получили, люди получили доступ к большим моментам. Некоторые вещи, которые сегодня мы даже не замечаем, стонем. Вы знаете, если бы кого-то из нас, кто помнит 90-е, вот из 90-х в магазин сегодняшний привезти, просто в обычный магазин забегаловку, которая у вас там в подворотни возле подъезда чуть ли не ночной такой магазинчик, в обычный такой магазинчик завести у человека он был близок к потере сознания. Что он там увидел? Это просто, ну, я первый раз попробовал бананы в 16 лет. Некоторые из вас с такой жалостью на меня посмотрели. Я обычный был советский гражданин. Понимаете, я жил не в Москве. Москвичи, они, может быть, рождались уже с бананом в руке, я не знаю. Но мы нет. Я жил в обычном райцентре, далеко-далеко в провинции. И только когда в 15, по-моему, где-то лет что-то там было, я не знаю, то ли определенный очередной съезд партии, то ли еще что-то и выбросили бананы. И там была давка как мавзолея. С этими бананами. Вот. И я помню, как я впервые попробовал это чудо. У меня есть друг один, даже не буду говорить кто. Пастор, сегодня, если бы узнали, вы бы, наверное, смеялись, хохотали, популовалялись. В 87-м году, в 87-м году, он впервые попал за границу. И его пригласил пастор один к себе в этот город, в церковь, и вот он приехал впервые, ходит, он его позвал в самый лучший ресторан в городе, сказал, я хочу тебя накормить, я хочу, чтобы вот что хочешь заказывать. Он посидел и говорит, а можно бананы? Этот пастор очень сильно удивился иностранец. Но такие мы были. Но сегодня мы живем в другой реальности немножко, да? Ну, что такое бананы? Они сегодня никого не удивляют. Это трава, которая в магазине продается и так далее. Люди выросли сегодня, которые могут слышать эти рассказы и думать, неужели так было вообще? Мы живем в другой реальности, но это не значит, что эта новая реальность принесла ответы на вопросы людей. У них как было в сердце пусто, так и осталось. Более того, чем больше всего снаружи, тем меньше, тем глубже пустота внутри. Если она Богом не запомнила. Потому что человек пробует то, пробует все, даже бананы никого не сделали счастливым. Ничего не сделало человека счастливым. То мы попробовали, то попробовали, то попробовали, то попробовали, и все равно человек остается со всеми вопросами и пустой внутри. Поэтому в каком-то смысле сегодня даже более благоприятное условие для роста. Но в чем дьявол преуспел, так это в том, чтобы, опять же, слава Богу, не во всех случаях, но иногда с некоторыми людьми, в некоторых ситуациях, он преуспел в том, чтобы убедить нас в том, чтобы мы имели такую картину внутри себя церкви, что сегодня нельзя расти. не, не, вообще, вот тут, как бы, вот бы, вот как бы, как-нибудь бы, а рост это не, это для 90-х. Теперь надо ждать следующих, я не знаю, каких-то, трехтысячных, может быть, я не знаю, желательно на потом все-таки ложить, потому что тогда делать ничего не надо сегодня, мы в неправильное время родились, поэтому можно, сегодня надо остается только, как сказать, надеяться и ждать, вот, но на самом деле это не надежда, а безнадежность, какая-то, а Бог хочет внутри нас насадить другую картину, другую картину, вот иногда еще слышу такую фразу провинция, не люблю эту фразу, потому что люди в нее вкладывают, они когда говорят, что они имеют в виду, в смысле полный застой, ничего не происходит, вот, и иногда мы в провинции живем, а Израиль вообще-то тоже был провинцией, во времена Иисуса, еще какой провинции, вообще, это была даже не провинция, а дыра, дыра, дыр Римской империи, более того, вот в этой дыре был Иерусалим, который был центром, и была Галилея, которая была провинцией провинции, и именно в Галилее началось пропустение, аминь, в Галилее Христос совершил большую часть всех своих чудес, аминь, у нас сколько пастор мы должны закончить? Минут 15, вот я за 15 минут должен вам 7 штрихов дать, в церкви, можно 20, можно 20, можно 20, и так, растущая церковь, я был в одном городе, и очень интересно у меня такое переживание, проповедовал я в местной церкви, и когда общался с пастором, вот, вы знаете, много раз я эту фразу сам использовал, и много раз я слышал от других людей, и ни разу эта фраза не вызывала у меня никакого дискомфорта, кроме того дня, и что же это была за фраза, а вообще не с пастором до собрания, после собрания, на следующий день, он все время повторял одно и то же выражение, рефразу, ну у нас маленькая церковь, ну у нас маленькая церковь, как бы, и чтобы я ему не сказал, он говорит, ну у нас маленькая церковь, ну у нас, то есть как бы, увы, у нас маленькая церковь, и вы знаете, как-то сначала я не обращал, потому что у них действительно была небольшая церковь, но но всякий раз когда эту фразу снова снова повторял я как-то внутри как-то вот у меня такое было какая-то реакция такая что не правильно и потом я думаю что странно наш мозг сразу дух реагирует но мозг не успевает обработать информацию и и мы думаем я думаю почему что а что он должен говорить у нее большая церковь есть такие тоже которые говорят у меня 500 человек ты приезжаешь на 50 добавил нечаянно но это другая история что ему а если она действительно там может быть 50 70 человек 30 человек церкви было то может быть что как ему большая церковь господь и когда я пришел домой где жил начал молиться и спрашивать господи что что может быть ты хочешь чтобы чтобы я что-то увидел что-то не так и господь мне начал мягко говорить помоги этому посту потому что его проблема в его мышлении он видит свою церковь маленькой незначительной из и сразу же отсекает все возможности потому что маленькая церковь потому что маленькая церковь он это так утвердил внутри себя что это стала часть его мышления из-за которого он не может принять то что я имею я вспомнил историю это какой-то анекдот есть рыбаки которые ловил рыбу поймал такую здоровую рыбу а сам он сидит на сковородке встается сковородки достает сковородку кладет рыбу на сковородку рыба большая в два раза больше сковородки выбрасывает рыбу опять с скоротку продолжает дальше снова ловит большую снова кладет на сковородку снова на больше сковородки снова выбрасывает рыбу снова садится на сковороду среди рядом сидит другой рыбак ничего не может понять подходит ему будет и что делаешь ты почему рыбу выбрасывает она в сковородку не влазит так сковородку поменяй и вот иногда нам нужно что поменять сковородку рыба от бога приходит но она большая и вот я почувствовал что это ситуация для этого пастора что бог имел что-то для него что он не мог принять потому что у него было слишком ограниченное мышление слишком малю сам себя загнал в угол и из-за этого был не способен принять потому что видел свою церковь и не на что не способны и тогда я сказал господи ну а что мне ему сказать как ему мыслить не будешь он говорить у нас большая церковь сколько человек 30 а что ему говорить тогда господь не дал эту фразу скажи ему что у него растущая церковь аминь это не вранье я имею ввиду ему не надо говорить нас пять тысяч не надо ничего преувеличивать нас 30 человек но мы растущая церковь когда ты так говоришь ты сразу строишь ожидания и и и веру ты сразу строишь перспективу если ты поможешь ему и делаем конечно не факт него не только во фразах потому что слова это был лишь отображение того как он мыслал поэтому я начал говорить об этом я сказал когда я учил я говорил послушай хочет расширить твое мышление вы не маленькая церковь вы растущая церковь увидь перспективу увидь что-то впереди себя начни к ней стремиться потому что если я маленькая церковь я ничего впереди себя не вижу я вижу только свои ограничения и поэтому даже ничего не пытаюсь потому что мы же маленькая церковь у иисуса тоже была маленькая церковь и та развалилась когда умер помните все разбежались никто не пришел воскресенье в церковь порожу пастора помните расселиться у вас у него тоже он не так много народа ставил после себя скажем так современную мерками не семей 120 человек было день пятидесятницы молились на которых сошел душу это я бы сказал так что это не очень большая церковь 120 человек но пусть и было больше пусть не все молились там как всегда кто-то на даче был это но но тем не менее да пусть даже в два раза 250 человек то есть много было тех кого иисус исцелил но тех кто на самом деле был скажем так рядом с ним ходил с ним слушал его был каждое воскресенье но не воскресенье там суббота тело было в израиле слушал христа внимал ему трудно сказать сколько их было я боюсь ошибиться но точно не тысячи и тысячи и тысячи сотни скорее всего несколько сотен и это после трех с половиной лет невероятного служения чудесами так что давайте помнить что христос сказал что царство божье это как закваска ты кладешь и она там работают работают ее нет ее немного главное что качественное ты кладешь и он ты не делаешь так килограмм тесто килограмм закваски закваски меньше нужно намного но через какое-то время все тесто заквашен аминь и так скажи растущая церковь позволь дубу святому рисовать внутри себя эту картину мы растущая церковь и рестущая домашняя группа острасти аминь и аминь аминь你 ты не знаешь мою домашнюю группу моя домашняя группа data даже во второе пришествие у меня я не знаю может быть у тебя такая правда наша группа я не знаю но это тоже мышление часто ал 누구 самаре у нас был там один район входим там в этом районе было несколько церквей в свое время обе соревнование друг друга пер рукались много раз делились. И этот район вообще его все лидеры домашних групп боялись. Потому что там были такие, знаете, вот эти церкви начинались, распадались, ругались друг с другом, опять распадались, опять начинались, делились и так далее. Там в основном на домашнюю группу ходили такие, знаете, все знающие, все видевшие и везде побывавшие христиане. И во всем, главное, если полдела, если бы они везде побывали и все знали, так они же еще и во всем разочаровались. Во всем, что они знали. Можете себе представить, какая там была атмосфера на домашней группе. Такая. День-ночь, сутки, проще к смерти, ближе. Вот такая атмосфера там была. И я помню, как один лидер домашней группы пришел ко мне в Самаре и говорит, пастор, я просто не знаю, что с ними делать. Я прихожу, я умираю на этой домашней группе. Я умираю, я не знаю, чем их тронуть вообще. Они хоть во что-то поверят и когда-нибудь, кроме того, что все плохо и будет хуже. Вот это их философия жизни. И я не знаю, как их еще. Я говорю, слушай, не обращай внимания на их настроение. Не обращай внимания на то, как они, что они говорят, какой вот этом, ну, в каком каше и кислоте, какой они сидят, потому что они огорчены, проповедуют веру. Аминь. Говори о вере, говори о цели. Продолжай, даже из самой маленькой искры может возгореться пламя. Аминь. Продолжай, я сказал. Продолжай. Если тебе бывает трудно, позови своего окружного, там, регионального лидера, пусть он приедет вместе с тобой. Просто продолжай, продолжай, продолжай. И начинай что-то делать. Они говорят, они ничего не хотят делать. Я говорю, ну, начинайте альфу. Никто не хочет. Все говорят, никто не придет. Я говорю, ну, это ж не кладбище. Значит, кто-то-то придет. Все-таки там люди живут. Я говорю, давайте начинайте. И с большим скрипом, с большой-большой неохотой. Кое-как. Знаете, как вот телега, которая лет 10 стояла. И вот ее, наконец, пытается кто-то сдвинуть, а там уже эти колеса вросли в землю грибами. И вот это просто... Ну что ж, есть такие ситуации, которые долго в определенном застое находились. Нужно время. Но Бог даст тебе рычаг. Я помню, что ключ это рычаг, это не сила, рычаг. Еще Архимед к этому пришел. Сказал, дайте мне точку опоры, я переверну всю землю. У тебя есть точка опоры. Аминь? Аминь. У тебя есть что-то. И ты сможешь потихоньку, потихоньку, потихоньку. В итоге, спустя несколько лет, это стал один из самых активных районов в нашей церкви. Они постоянно проводили альфу, да еще и по нескольку раз в году. И домашние группы начали медленно, но потихонечку расти. А самое главное, атмосфера начала меняться. Я ему сказал, я не знаю, как вырастить эти домашние группы. Я говорю, ты не на группах, не на росте соритоточься, а на атмосфере соритоточься. Потому что в этой атмосфере даже Христос не смог вырастить. Ну вы помните, он пришел в Назарет и ничего написано не мог сделать там. Даже никакого, даже там будет только некоторых больных, вознажив руки, исцелил их. А в другом периоде написано только некоторые незначительные болезни смог исцелить. И написано, и не мог там совершить никакого чуда. Вы иногда ты оказываешься в Назарете. И ты думаешь, ну что, ну продолжай. Каким был ответ Иисуса? Написано, что Он вышел и тут же пошел и начал учить везде. Наш ответ на неверие это проповедь Слова. Только Слово рождает в них веру. Потому что вера от слышания, от слышания от Слова. Аминь. Мы не реагируем по плоти на неверие, бесполезно кричать, злиться на этих людей. Я только в плоть выхожу. И я не смогу их заставить верить. Но я могу проповедовать Слово, которое как молот может разбить скалу неверия. Аминь. Если я буду продолжать и продолжать и продолжать и продолжать потихоньку одна и скапка, вторая, третья, четвертая, пятая и ты начинаешь сдвигать этот воз, который долго стоял шаг за шагом, поверь, придет момент, когда ты уже захочешь притормозить его. Потому что уже людей начнет нести. Мы все можем. Иисус говорит, Ну хорошо, лучше пусть так. Пусть ночи будут горячие, чем теплые. Итак, растущая церковь. Какую еще мы видим церковь? Я думаю, я помог тогда этой церкви увидеть других себя. Как Бог их видит. А не то, какими они видят себя в предлагаемых обстоятельствах. Еще какую мы видим церковь? Мы видим наступательную церковь. Скажите, наступательную церковь? Наступательную церковь. Ну, например, посмотрите на Антиохию. Это церковь, которая высылала людей. Они шли. Да и не только в Антиохию. Все церкви, которые мы видим в Деяниях Апостолов, они были активными. Наступательные имеют в виду, имеют такой активный подход к жизни, к проповеди Евангелия, к служению. Ко всему имели активный подход, не пассивный. Уже все, да, Пас? Надо заканчивать. Да, я просто быстро перечислю. Наступательная. Будь активным. Был в одном городе, и очень интересная ситуация тоже там была. Но они провели большое мероприятие. Собрали для этого города городок небольшой, может быть, 50 тысяч или даже меньше, может быть, 40 тысяч населения. Провели там большое мероприятие, пригласили какую-то христианскую молодежную группу, собралось 400 человек молодежи. Это было нечто для этого города. Ничего такого сродного там не было. На следующий день местная газета написала о них статью. Сектанты охмуряют молодежь. Так это же комплимент. Ну, по крайней мере, согласно посланию Петра, что слава Богу, когда вас хулят за Христа, то дурь Божьей славы пребывает на вас. Но эта церковь что-то перепугалась. Что-то так перепугалась. И что-то они легли, легли, легли на дно, и ничего вообще не делали. Много-много лет. Спустя 8 лет, где-то около 8 лет, может быть, даже плюс-минус где-то, я снова оказался в этой церкви. Я говорю, ну как вы? Они говорят, ну, мы пока вот как бы вот так мы ждем, молимся, ждем изменения духовной атмосферы. Я говорю, а почему? Он говорит, а вот тогда это произошло, и мы решили ничего не делать. Вот больше ничего не делать. Я говорю, а почему? Я говорю, а Бог дал нам слово. Я говорю, а какое слово? Сидите в засаде. Ну, ходите, стойте, ходите, падайте. Вот именно так я говорю. Вот, говорю, вот прям так и сказал. Сидите в засаде. Недолго вы будете сидеть в засаде. Я говорю, вы не помните, что Иисус сказал? Идите по всему миру и проповедуйте. Я говорю, учеников, если бы они сидели в засаде, их тоже арестовывали, оригинали и били. И, говорит, запрещали проповедовать, и что только не делали, если бы они сразу сказали, так, все, уходим под поле и сидим в засаде. А Иисус сказал, что? Я дал вам власть наступать. Разбей скорпиона на всю силу вражью. Гидеон. 300 человек выхватывают мечи и бегут на армию из 180 тысяч. Вот тактика церкви. Аминь. Какую еще мы видим церковь? Победоносную. Однозначно. Это церковь, которая ходит в победе Христа. Которая не позволяет обстоятельствам склонить нас. Христос был очень реалистичным. Он сказал, в мире будете иметь скорбь. Но там не стоит точка славы Богу, там стоит но. Мужайтесь, я победил мир. Мы акцентируемся не на скорби, а на победе. Аминь. Церковь победоносная, это церковь, которая знает, что Христос обеспечил нас всем для победы и прорыва в любом месте, в любых обстоятельствах. Аминь. Деяния апостолов 4.23-34. Церковь молится, когда их гонят. И написано, что великая благодать была на них, и место, на котором они собрались, поколебалось. И они как никогда проповедовали Евангелие. И ничто не могло их остановить. Мы видим церковь веры в деяниях апостолов. Что это такое? Эта церковь наполнена духом веры. Мир наполнен духом страха, духом разочарования. Перед пришествием Христа Евангелие от Луки говорит, что мир будет издыхать от страха. Такая даже фраза или слово довольно сильно используется старославянское. Издыхать, воздыхать. Наполненный страхом. Но в церкви должен быть другой дух, правда? А какой другой дух может быть, если не страх? Веры. Есть только дух веры или дух страха? Ничего посередине нет. Я или верой, или страхом напомню. Бог поднимает поколение Иисуса Навинной Халевы. Матфея 17.20. Если будете иметь веру с горчичное зерно, не будет ничего невозможного для вас. Скажи, у меня есть горчичное зерно? У меня есть. Скажешь, ну у меня нет горчичного зерна, у меня пол горчичного зерна. Добро пожаловать в хорошую компанию. Поэтому Иисус сказал, если двое согласятся, найди кого-то, у кого тоже пол горчичного зерна. А у меня четверть. Добро пожаловать на домашнюю группу. Найди еще четверых, у которых по четвертинке, согласитесь, и будет тебе поверить во ей. Вспомните, что в Марка 2 главе написано о парализованном, которого друзья принесли ко Христу на носилках. Там написано так. И видя веру их, Христос сказал, поднимись, возьми постель твою и иди. Их веру. Иногда веры одного человека не хватает. Вот поэтому мы вместе, мы в церкви. Нам нужна наша коллективная вера. Нам нужна индивидуальная вера для нашего спасения. Но для пробуждения твоей индивидуальной веры не хватит. Для прорыва в Царстве Божьем твоей индивидуальной веры, по крайней мере, не во всех сферах может быть хватит. Поэтому мы в церкви. Аминь. У нас есть коллективная вера. Деяния апостолов, 27 глава, 21 по 26 стих. Мы видим церковь веры. Ну и вы, поверьте, и вы знаете, там на каждой странице церковь веры. Мы видим также сверхъестественную церковь. Правда? Вот что-что о сверхъестественном в деяниях апостолов более чем достаточно. Итак, мы никогда не должны терять сверхъестественного элемента в церкви. Давайте верить в чудеса и знамения. Аминь. Аминь. Это очень важная составляющая. Я вижу, что сверхъестественное было очень естественным для церкви. Когда пришел Петр и скучался во время молитвенного собрания, все сказали, это ангел. И они сказали, это всего лишь ангел. Чего собрание заканчивали за него? То есть такое впечатление, что ангелы для них были настолько привычным делом, что давайте мы все домолимся и потом пойдем посмотрим на него. Что? Подумаешь, ангел. Ничего особенного. Сверхъестественное естественно. Мы видим также молящуюся церковь. Правда? Я искренне верю в то, что молящаяся церковь принесет перемены в свою страну, в свой город. Молящаяся церковь – это то, чего дьявол боится больше всего на свете. Поэтому он будет делать все, чтобы остановить церковь в молитвах. И последнее, дорогие, заботливая церковь. Скажите, заботливая. Заботливая. Вспомните притчу о добром самарянине. Отвестно, он позаботился о нем. И я искренне верю. Блаженный Августин, один из отцов церкви, честно говоря, эту притчу так и понимал, что церковь – это добрый самарянин. А люди в этом мире – это израненные разбойником человек. И мы призваны что-то сделать для людей в этом мире. Аминь? Аминь. Мы призваны что-то сделать. Позаботиться о тех, кто не может о себе позаботиться сам. Церковь должна стать не только духовной рукой Господа, но и практической рукой Господа, которую Он может протянуть людям в их конкретных обстоятельствах. Аминь? Такую церковь мы видим в книге Деяний. И такую церковь Господь хочет нарисовать нам внутри. Кто из вас хочет быть частью такой церкви? Будьте частью такой церкви. Будьте сами такими. Я должен быть таким. Если я хочу быть частью такой церкви, я должен стать таким. Аминь. Потому что если я стану таким, то и церковь будет таким. Аминь. Аминь. Итак, дорогие, позвольте Духу Святому нарисовать Вот такой образ, потому что это Слово Божье. Я не знаю, может быть, мы еще не там во всем. И во всем еще не там, где должны быть. Но я знаю одно. Если я позволю Духу Святому нарисовать эту картину внутри меня и скажу Господь, вот мои руки, чтобы строить, то я буду видеть, как церковь будет становиться все больше и больше соответствующей той картине, которую я ношу в своем сердце. Аминь. Которую Бог носит в своем сердце. Потому что ты его невеста. За такой невестой Христос и вернется. Аминь. И такая церковь никогда ее, никакие врата воды не остановит.